здравствуйте друзья добрый день вы видите в нашем кинозале девушку таню которая приехала вот вот туда твоим туда привет передавать которая приехала из сиэтла точнее она так приехала и дальше поехала гость мы с мы еще не сделали селфи но мы сделаем у нас стена красивая вот а у меня выдался часок я думаю чем будем в офисе там поехали копейку дрябнем я уже с диеты вышел могу себе позволить раз там сто лет копейку какой-нибудь без сахара естественно татьяна пару слов расскажите вообще о себе от вот как в америку попали вообще жизни чем занимались чем занимаетесь вот люди которые смотрят нас оттуда они фирме думают а что за человека как в америку попала как ему там живется а как вот как вообще вообще я приехала по визе не так как вы нашли жениха а жениха нашла случайно я жила в киеве так и через общего знакомого встретились никогда не думала что окажусь здесь очень далеко так это как давно произошло почти 10 лет назад так вы по-английски тогда говорили или как вы с женихом то я училась в школе с английским кодом в какой там это была восьмая школа в сумах это не было в киеве это не варки да я потом уже во взрослой жизни более переехал а учились в университете где или где вы учились я училась в банковской академии в сумах но погромче давайте а участь банковской академии в сумах так но отучилась и только два года то есть я получила осущий так вот вы на камеру на камеру и так у нас собеседник он там значит и то есть там где-нибудь лет 20 в этом что-то такое закончили и и что после работать я никогда по этой специальности не работала а по какой я вообще работала фотографом да вы чё то есть вы креативщица такая а вы именно вот щелк-щелк или вы потом обработкой занимались а то есть вы не не то что вы на призер куда-то выходили там свадьбы снимали то есть мы имела один в мастерской это тоже интересно слушать а у нас вы тут практически уже исчезли вот эти вот фото отелье значит невозможно только можно на паспорт хоть пойти а вот так раньше тебя сажали лишь так выставляли свет и там горящий от птичка смотрю сейчас этого нету здесь я никогда тоже не работала фотографом в америке одну потому что я пошла попробовала немножко не не так здесь работа то есть то есть было работ здесь нет здесь они работают узнавала работать но стиль немножко не тот и как бы они здесь больше а вот предустановлен вот там у вас вот когда дома вы этим занимались там это нормально зарабатывалась вот этим вот-вот или это все равно я работала я работала на хотя ну нормально хорошо это сумма маленький город это же областной центр хорошо а как мы в киеве оказались люблю приключения люблю переезжать я так наверное сюда переехала это просто просто это просто так села поехала в киев села жилье или как так это сколько вам годика что было вы так маленькая совсем нет у меня же дочка была у меня же было лет 27 а ну то есть на самом деле довольно таки взрослый человек хорошо взяли дочку поехали в киев понятно так в америку попали случайно у вас не было так вот поехали в америку нет не было случайности наверно мне нужно было бы показаться в киеве в определенное время пересечься а вы по жизни вообще такая заводная или наоборот вот такая как бы больше на спокойной стороне не рискуете не 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 лезете в непонятную какую-то мутную воду люблю рисковать так хорошо вот допустим идите по улице никого не трогайте вдруг там подходит мужик симпатичный гадежка может познакомиться это будет приличный будете знакомиться или носи не сейчас а вот так когда свободно я думаю у меня хорошая чуйка на людей хорошо чувствует людей я не уверен но мне кажется что всякая девушка симпатичная она подвержена вот такому вниманию правда живут всегда кто-то подходит и пытается познакомиться нет ну то есть вы думает а я вот из девушки я на улице не знакомлюсь да вот только там компания и если человек приятный и располагает к себе почему-то хорошо вам нравилось в киеве красивый город а вы пользовались благами там ходили куда-нибудь по музеям там может быть в лавру там все из облазове 10 лет прошло киев киев как город где так вот люди душевно общаются мир отличается от сумм где людям может быть еще более душевно общаются то есть сумма еще еще проще нет суммах наоборот мне кажется люди меньше душевно общаются уже в киеве был просто очарован то есть там вот с любым человеком на улице может потрепаться вот незнакомым совершенно я себя чувствовал у меня было такое чувство в мюнхене мюнхен очень похож на киев вот эти тоже вьющиеся растения и там даже очень-очень похож внешне но то есть просто подходят люди что-то те говорят а вы давно там были в мюнхене не в киеве в киеве был 5 лет назад вот как раз незадолго до незадолго до всех этих событий хорошо а вот если сравнить скажем как люди в киеве там общаются и допустим все это ли все это конечно люди но они они улыбаются потому что у них гримаса или они улыбаются же они внутренне расслаблены и видят жизни много хорошего мне кажется расслабленность все это расслаблен на самом деле когда улыбается гримаса и видно что гримаса правда очень легко отличить улыбку когда тебе рады от улыбки когда я бы сказала ну хорошо ваш муж чем занимается он оберегает американские или русскоязычные американец инженер вот вы были замужем там суммах да наверное это может быть не был там единственный там мужчины которые вы знали с точки зрения женщины вот я слышал много много раз от девочек которые замужем за американцами я слышал много раз что вот тот уровень внимания и вот то что называется апрешейшен уровень ожиданий и так далее что это несовместимость не сопоставимо с тем что вот на родине и что как бы намного приятнее что ли я не за это или скажем она была замужем за американцы я больше не хочу больше за русского там и так далее при этом украинцы вот зависит отдельного человека но в общей массе я бы сказала что да мужчины здесь более ты чувствуешь себя наравне нету вот этого ты делаешь посуду там я зарабатываю деньги такого нету то есть как бы он тоже он готов он готов заниматься тоже домашними делами он может там пасти ружки он может по хозяйству а он ждет от вас что вы готовите что-то вкусное там борщ какой-нибудь или там голубь но опять же это если у меня есть настроение если нету каждый сам за себя вот такушки друзья это меня напоминает знаете как встречаются два знакомых один год ну что опять женился или так и до сих пор сам носки свои стираешь и то и другое это это видимо был американец так они изначально не знают что может быть по-другому не главное не балуют а то сейчас по наедут наши по наедут избалуют и американкам теперь страдай давайте пропустим девушку ноу паркинг ага понял ноу паркинг так мы мы же и не претендуем так мы друзья тут тут кофешопчик есть у меня любимый в даунтауне города лос-алтос мы с вами татьяна находимся в таком как сказать эксклюзивном городишке город лос-алтос является самым дорогим городом страны по стоимости домов три бедрума два баса у вас как вы знаете что у меня был приятель москве он как-то познакомился с девушка из харькова где-то на курорте там они познакомились и эта девушка удивила его тем что то ли это харьковский сленг то ли это вот в ее там конкретном окружении но слово дешевле использовалась как синоним слова лучше то есть пойдем на тот пляж там дешевле знаешь как вот девушка говорила вот он был удивлен и это же видно там подхихики вали вот а здесь друзья все наоборот здесь если дороже то ты ожидаешь что будет лучше пойдемте вот в таком месте кофейку и попьем вот друзья мы в даунтаун городка лос-алтос мы не будем гулять тут сильно с камерой я просто вам показываю что мы сидим здесь на углу а здесь такое место люди ходят по бутикам тут все такое бутиковое я помню когда дочь моя училась в лос-алтос хай я и говорю слушай а вот девочки там школе обсуждают ну шмотки обит бывает ягу ну и какие там магазины ценятся вот я бы что там мэйсис нордстрем там сакс фиксами него она говорит на фиг это даунтаун лос-алтос здесь бутиках там есть там три-четыре вещи и все вот поэтому вот это такое место здесь такая публика и вот они ходят кофеек попьют там день велосипедик с утра велосипедик там день в стороне поставят вот так вот а мы тут сидим выпиваем кофеек то друзья я просто покажу вам вот эту улицу она называется мэйн в лос-алтос есть две улицы одна называется мэйн вот сейчас вот она идет поперечная а другая называется стоит как во многих даунтаунах друзья во многих городков вот такая лялечка сладкая вот с возрастом начинаешь пускать слюни на деток у вас есть такой татья на чужих и и на чужих тоже есть есть чем дальше тем больше вот он невзрачный тут правда еще знаете что зелени нет еще рановато вот видите деревья такие голые стоят но машин много то есть вот ресторанчики не пустуют и здесь не то чтобы вот люди которые работают вот они разошлись по ресторанчикам нет тут собственно и не работает особо никто тут и негде да хотя наша школа находится в лос-алтос на границе с маунтин view вот улице лками нырил в данном случае она делит разделяет лос-алтос и маунтин view вот собственно и все вот собственно и все я вспоминаю проезжая как я был страховым агентом специализировался в коммерческих таких коммерческом страхование у меня пол улицы была застрахована они мне все как родные тут правда да и тут найти что тут мало чего строится хотя вот справа от нас сейчас была такая гостиничка во французском стиле это новенькая так вообще здесь все очень-очень старенькая а вот справа не знаю насколько вам видно ну давайте поверну справа там можно сказать такие кварталами не назовешь нот поле такое то все сады здесь раньше сады были всюду и вот эти оставшиеся сады а там местные органы разбросаны власти то есть там и полиция местная а вот написано видите civic center ведь справа city hall police department youth center senior center вот они тут все находятся вот мы уже собственно и проехали выехали из даунтауна и просто едем по улице сан-антонио который в этом месте идет по лос-алтес ну давайте мы уже от лос-алтес переключимся на нашу гостью танюшу танечка скажите солнышко что вас привело к мысли о смене профессии портнов компьютер скул вообще вот что происходит с человек в голове человека который 10 лет уже живет стране и вдруг его дерг потому что тут есть знаете умники большие которые вчера приехали а многие еще и не приехали в сша и они рассуждают вот о том что жулики берут деньги за работу а допустим умный человек ну если не дурак он бесплатно пойдет city college вот чего бы вам city college не пойти там в том же сиэтле полносите колледжей там можно учиться тестированию чего вдруг чего вообще к нам чуть после 10 лет почему я понимаю приезжает человек ничего у него нет а вы чего в моем случае может силу возраста уже мне как-то не хочется идти в колледж просидеть там еще два четыре года потратить на вы про университет вы про серьезный университет говорите или про что серьезный университет будет очень дорого стоит задор на еще не гарантия что ты найдешь работу по этой специальности и плюс это правда долг на годы и годы ну хорошо в city college там на полгода на 6 месяцев какой-нибудь курс я посмотрела мне ничего там не привлекать по правде то есть бесплатность не не так важно оказалось ну хорошо а чего вдруг профессию менять чего чего ну хорошо возраст я понимаю девочка подросла да там значит а вы еще сами молоденькая совсем вот она где-то возрасте да ну хорошо не хочется не просто не хочется запрягать себя финансово на годы на годы вперед во что университет ну хорошо но все-таки а почему почему надо что-то менять жизни вот вы 10 лет жили и вдруг чего-то меняете ну я просто поняла что те работы которые находил они делают меня счастливой не то что я хочу это не моя стезя скажем так я всегда тянула на что-то более техническое более ну то на что надо подучиться скажем так вы делали как бы можно сказать не сильно квалифицированную работу чувствуете что вы способны на больше а в социальном плане вот вы входите на работу не сильно квалифицированы люди которые там вокруг они же нормально они веселые улыбчивые доброжелательные продать что-то или хочется какую-то среду более я не знаю да я я привыкла к больше интеллигентном уровне машине да ладно хорошо хочется то есть вы чувствуете что вы не в той среде в которой должны были бы быть то есть вы не совсем вы приехали в страну и как бы не вернулись туда где были раньше то есть фактически речь идет не о том чтобы выпрыгнуть куда-то к тому чтобы вернуться в свое родное просто чтобы чувствовать себя своей тарелки хорошо давайте я вас прошу я я много таких разговоров с разными людьми говорил но можно ли сказать что вы как бы окей но но как бы нет такое ощущение что вот счастливы абсолютно вот всем с тем чем вы занимаетесь и с тем как это дальше будет идти все-таки вам еще там лет не знаю там 25-30 до пенсии и вы ну как бы сказать вот я любит я я я не хэппи говорят вот они я я ничего окей но я не хэппи вот такая очень камон очень распространенная формулировка это про вас или или не совсем я хочу да я хочу развития вот те работы которые я находила они получаются вот или что-то выучил и вот и как повторяешь давайте мы с вами по две фразы пару фраз по английски да мы еще не говорили по-английски давайте мы что-нибудь такое а сейчас диме example of couple of couple of jobs you recently had just just couple of those public transportation yeah wow i really enjoyed it because i like travel i like to drive far does it involve lots of communication with passengers or yeah yeah it was for handicapped people okay is it depressing in this country handicapped people we're not depressed okay we're happy people not like in ukraine imagine to be handicapped in ukraine well i imagine that even the people who are in a good physical condition might not be really happy there well if you know if they born like this that's all we know ok друзья мы видим типичную американку украинского происхождения сумско киевского происхождения а сума ведь очень древний город он так какие ну никак киев но достаточно древний может 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 быть и уровня киева я не знаю так я предполагаю да ну хорошо ладно значит я просто пытаюсь как бы исследование такое произвести чего люди вдруг меняют жизнь потому что я вот сейчас вот сам вот в этом состоянии пытаюсь понять вот эту перемену почему люди хотят перемены и какие условия необходимые достаточные для того чтобы успешно что-то в жизни менять тут нам мне кажется сейчас освободят местечко да он уезжает а мы подождем ну что же танюша таня планирует взять онлайновый курс и думает при этом а что если я захочу потом значит приехать на кампус вот она приехала посмотреть на кампус вообще я хочу взять full класс full time я просто думаю может стоит взять онлайн чтобы как бы немножко вникнуть это безусловно не плохая идея потому что уровень подготовки человека который приехал на full time приехал на кампус уровень его подготовки определит сколько он сможет взять на этом кампусе потому что вы можете уйти отсюда с там с 20 процентами того что мы тут делаем а можете из с 85 поэтому конечно это это неплохая совсем даже неплохая идея хотя я могу сказать что если человек настроен на то чтобы искать работу то 95 процентов он вероятно искать шанс что он совершенно спокойно найдет работу после онлайнового класса ему не надо будет ни на какой кампус ехать но в этом есть в этом проявляются различия между людьми потому что кто-то у нас был парень он приехал из нью-йорка он закончил онлайн класс он уже два года на ютесте он там золотой он там уже зарабатывал пару тысяч в месяц я ему и он геймер и он приехал через семь дней мы его отдали на практику туда компанию которая играми занимается и он потом они его на постоянку перевели и так далее так далее и вот он пришел я могу я грудь и сейчас понимаешь что я тебе говорил правильно что тебе не надо никуда ехать ты мог спокойно найти работу в нью-йорке зачем ты приехал могут ниша гетон а я доволен до до слез и дать я ну мог но я очень рад что я приехал я очень рад что через семь дней я попал на понимаете у меня у меня в сознании пережитки нищенской иммиграции которые мы мы прошли и я пытаюсь оптимизировать по расходу по ну вот вот как бы как получить тот же результат скажи меньшими средствами там иногда то есть я немножко переживаю когда человек тратит деньги при том что мог бы и не тратить потому что мое понимание результата это человек работает на самом деле результат более сложный вот я ребятам там рассказывал когда-то историю что в ссср мы мы знали что вот есть джинсы отечественные то есть дерьмо редко и джинсы импортные уже какие они там импортные в то время не никто понять не мог ну они трутся они красных краска сходит вот берешь там беленьким такой раз и она голубеньким становится немножко вот и когда мы приехали в нью-йорк и я увидел там такие раскладки стоят на улице такие и там джинсы по десятке ягу джинсы импортные 10 долларов все я понял потом мы приезжаем сан-франциско и моя племянница которая подрабатывала продавщицей в таком эксклюзивном джинсовом магазине назывался джев джинс и пойдем посмотришь как я работаю я прихожу я вижу какой-то кидалово дико там джинсы по 80 долларов я думаю джинсы импортные которые должны стоить 10 долларов стоят 80 я абсолютно возмущен поэтому я до сих пор в себе несу вот эту вот эту ментальность как бы если джинсы импортные можно взять за 10 уже возьми за 10 ну а он не говорит но явно в этом вижу больше чем то что вот просто человек работает я в этом вижу еще вот это вот это и вот это ну я с одной стороны понимаю с другой стороны как бы как чек ответственный за чужие деньги время силы и так далее я все-таки стараюсь оптимизировать вот на этой стороне не у каждого есть там столько больше денег или у нас же знаете еще что произошло за последние 4-5 лет подорожала вдвое аренда жилья ну конечно если раньше они втроем жили там за 1100 долларов то сейчас они платят там 222 200 каждый ну нет за квартиру за квартиру за за скромную плохо некую квартирку но они же если он тут на 6 месяцев приехал так это тысячу сто тысячи тысяч все это так а часто 2 2 200 за ту же самую квартиру она лучше не стала и получается такая история если ты приехал и платишь даже 700 долларов там я сейчас нет тогда это было вообще может быть там не знаю 400 ты платишь 400 но это но это шесть месяцев так это 2 400 а если сейчас ты платишь 800 так это уже 5000 и вот эти вот деньги вот они наслаиваются плюс когда пять лет назад наш курс был мы тогда перешли с двух модулей на три то есть было время на это просто 2000 стоил потом стало стоить три потом стало четыре модуля мы усложняем 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 так он платил две тысячи плюс там сейчас он платит на две с половиной больше за курс сейчас он платит там еще две с половиной за жилье и то что стоило пятерку теперь стоит десятку по совокупности и я тоже стараюсь как могу чтобы не ну 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 вот поэтому моя моя как бы функция была поговорить с тонюшей понять что ей движет и как-то оптимизировать вот это все поэтому я например в моем сознании я считаю идеальный вариант для нее пошла она такая перфекшенистка и она хочет самое она 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 не хочет с минимуму идти она хочет идти с уверенностью некоторые поэтому она может после онлайн-курса приехать просто два месяца пройти практику причем мы сейчас вот прямо сейчас строим практику здесь на кампусе который будет бить любую практику которая вообще где-то в компании с точки зрения последующего нахождения работы вот этой самой уверенности проекта призем этом и так далее так далее то что я я вижу несовершенство как бы практики в разных местах есть изумительные есть не такие изумительные есть такие что думаешь ты можно было и не ходить там не знаю чего не там вот поэтому мы хотим как бы идеальную практику построить прямо тут я единственно что мне сейчас сильно не достает я не могу снять комнату у нас тут вот на нашей позиции 4 здания нет свободных комнат сейчас еще с этим делом тоже проблемы есть офис у нас на втором этаже здесь но он раза в три больше чем нам надо это мне стоило бы 6000 месяц только снимать его но не могу то есть ну да нет нет нужды в таком и как как пол нашей школы еще помещать поэтому хотя можете об этом жалеть буду пока так я я жду я уже всем сказал раскидал уже всех обзвонил они говорят ссори гэт но вы же знаете что сейчас не так просто с этим я не знаю в общем да а мне хочется на плазе я могу где-то взять там чтобы 15 минут ехать но это же ресурсы распыления контроля нет ну хорошо ладно танюша давайте мы попрощаемся с народом пойдем там дальше до беседы хорошо рекламным таким да нет у меня сейчас такая есть накладочка на видео этом сзади ставлю и там написано подпишись поставь лайк вы знаете как интересно работает у меня процентов на 50 ну не 50 а можете 30 40 50 до выросло количество подписчиков в единицу времени вот от такой ерунды как там подпишись поставь лайк вы делал я так так я ешь для фану найти мне мне же не то что там что-то от этого надо но я просто люблю как прикольненько было для себя больше вот эту смотрите народ по так как-то с пониманием относится вы не понимаете как насколько я переживаю из-за отсутствия вот этого профессионализма из-за того что я делаешь как курица лапой потому что делаешь на бегу на ходу потому что нет времени монтаж нормальный сделать нет времени музычку положить нет времени отредактировать ничего времени нет бог побежал туда побежал сюда побежал у нас такой хорошо поставленный голос и его вот включаешь как радио даже можно слушать когда 40 лет у доски стоишь так будет голос давайте поэтому чё там конечно хорошо друзья все еще раз прощаемся уже по-настоящему счастлива